Я бы хотел продолжить рассказ как раз про банкеры. Ну, в общем, что такое банкеры? Это троянцы, которые в основном нацелены на кражу банковских данных, на кражу денег с банковских счетов и так далее. Беда какая? В прошлый график показывал, опять-таки, бешеный рост троянцев. Он еще более бешеный, чем, в общем, андроид троянцев. Банкеры из троянцев становятся все больше и больше и больше. Причем их больше, то есть вот этот график вот такой вот, он даже просто за 2014 год. У нас там мы берем, смотрим, сколько раз троянцев стало больше. По сравнению с прошлым годом мы получаем числа в 20 раз, в 14 раз. Это просто бешеные числа. Хотя, на самом деле, количества атак очень-очень мало. Если посмотреть, в России банковскими троянцами атакуются, там, практически, это за 2014 год было атаковано практически 25 тысяч пользователей. На самом деле, по сравнению со всякими троянцами, это ни о чем. Одним только вот тем вот стиллером может в день атаковаться столько. Вот, то есть это, ну, на самом деле, не такое же большое число. Банковские троянцы, они только-только появляются. Если всех троянцев миллионы, тех тысячи. Ну, там, скоро будет 10 тысяч, наверное. Ну, то есть совсем мало. В основном они в России, потому что большинство их создателей, они из России. И они в США, потому что в США все пользуются банками, очень много пользователей мобильных банков, и там действительно много денег на счетах. Ну, поэтому же в каких-то странах Европы, да. Ну, в Италии это, не знаю, просто в Италии такие же, видимо, как у нас, любят воровать, любят делать. Вот, ну, как бы в основном видно, что практически все-все-все-все-все атаки приходятся на Россию. На данный момент банковские. Что же это у нас? Родина сломов? Да, ну, это на самом деле очень характерная ситуация вообще для любых троянцев, для любых каких-то новых веней. Сначала они оттачиваются у нас, потом выходят на глобальный рынок. С чем-то так было на китайском рынке. То есть китайцы, ну, китайцы, они где-то вот, ну, как мы. То есть у них есть свои особенности, они что-то отточили, хоп, пошло повсюду. Наши что-то отточили, пошло повсюду. То есть, например, те же банковские троянцы виндовые, они в большинстве своем написаны русскоговорящими, очень часто встречаются кейти, но при этом всем банковские троянцы в основном атакуют пользователей США, Англии, Германии, там, где много денег на счетах. Ну, начиналось все, как положено у нас. Исторически банковские троянцы под Android, это первый вот случай, это ZITMO, CITMO, SPITMO. Это три разных троянца, это, ну, такие сокращенные названия появились в 2011 году. Это мобильные версии обычных виндовых банковых троянцев. То есть это ZEVS in Mobile, Carberp in Mobile, SPITMO in Mobile. Carberp in Mobile – это очень интересный вариант. Это русскоязычный троянец, и он был на Google Play. То есть когда компьютер-пользователь заражается этим банковским троянцем, он подключает свой мобильный телефон, троянец видит, что мобильный телефон, ему тут же говорят, открывает страницу в настоящем Google Play, говорят, установи себе это. А в Google Play можно, ну, зайдя под одним и тем же аккаунтом, нажать кнопку «Установить», и на телефоне оно установится. Вот. Основная их идея – это воровать мтаны. То есть SMS-ки подтверждения, да, короткие пароли. Они поэтому выдавались, и они, понятно, за что. Android, там, Security, Suite, ну, просто им главное было установиться и висеть стихаря в памяти, воровать какие-то SMS-ки. Следующим пунктом, появившийся примерно через год, стал mtoken, fake token. Это вообще достаточно забавный случай. То есть это впервые стал использоваться phishing, но на самом деле непонятно ради чего. Когда он появился, я, по-моему, несколько дней сидел, копал. То есть вот это вот интерфейс банка. Зачем он использует интерфейс? Нажимаешь кнопочку сгенерировать, он показывает несколько циферок, которые у него прописаны. Все, ничего особого не делает. Он точно так же ворует, как и предыдущие SMS-ки. Он точно так же работает в паре с, ну, большим братом, да, с компьютерным завредом. Ну, вот они зачем-то стали использовать phishing. Ну, им показалось это красивее. То есть я не мог поверить, что люди сделали полную копию банк, ну, там, очень подробную копию банковского приложения и никак это не используют в своих целях. И третий случай, который бы хотелось особо отметить, это в робо. Это корейский банкер. Он стал первым во многих пунктах среди банкеров. Он, во-первых, использует активные андроид-уязвимости для того, чтобы противодействовать удалению. Они первые стали использовать именно phishing. Я потом покажу, как. Ну, в основном они тоже, то есть они воруют логин, пароль. То есть он работает без уже компьютерного брата, да. Картинок, ну, как бы картиночки меняются. То есть, в общем, я покажу их потом, их будет очень-очень много, они могут выглядеть абсолютно как... Да, да. Я тоже покажу скриншоты админа, где человек, купивший этот набор, может выбрать себе. Я хочу сегодня такую. Там, на самом деле, самый исполнимый файл, он один в один. Он не меняется. Отличается исключительно. То есть там конфиги генерируют, ну, то есть та же самая CNC-шка, те же там... У него захардкожина, у этого захардкожина. У вробы это первый случай еще вдобавок, кроме просто phishing. Это еще первый случай интерактивного phishing. То есть он смотрит банковские приложения уже установленные и вместо него показывает. Вот, но хотелось бы начать подробный рассказ про всякие мобильные банки со свупенга. Это поделие российское. Это то самое, что составляет вот этот вот огромный гэп. То есть в большей части он самый популярный из банковских троянцев. Как он распространяется? С точно таких же phishing-овых страниц, с точно такого же спама, как и все остальные. Чем он интересен? На заднем фоне оригинальное приложение Google Play. Это чуваки, что придумали. То есть это первые, кто сделали. Они стали активно использовать phishing. Каждое приложение в андроиде, оно в своем сэндбоксе. Они как бы, ты не можешь лезть в соседнее приложение. Но поверх него показать тебе ничто не мешает. Соответственно, они просто мониторят раз в миллисекунду, какое сейчас приложение активное. Если это Google Play, они поверх него показывают, добавить карточку, интерфейс. Он очень похож на оригинальный. Соответственно, скорее всего, много пользователей. Тут неизвестно много-немного, но я думаю, что много пользователей. Процентка уже больше, чем достаточно. Вот, ну да. Вот, потом говорят, что карточка добавлена, и можно пользоваться. То есть это абсолютно настоящий Google Play обычно. То есть им просто вот это вот маленькое окошечко нужно сверху показать. Они могут быть на английском языке. Что ж, какая-то беда началась. На русском, на украинском и на немецком. То есть странно вот как-то. Ну, при этом всем они как раз в этих трех странах. Ну, то есть Россия, Украина, Германия и США больше всего и распространены. Вот то, с чем, наверное, многие догадались, что за приложение банка. Меня пиарщики очень просили замазать все его эмблемы. Надо же. Вот. Глубы, а? Да. Ну, цвет выдает. Так вот, одно оригинальное приложение, другое – это поверх него показанное фишинг. Кто знает, где фишинг? Ну, я добавил перевод на всякий случай, он просто, ну, так. Где фишинг? Какое настоящее, какое фишинговое? Слева. Слева фишинговое. Оно красивее. Оно выглядит натурально. Да, да. Вот. Ну, это следующий шаг. То есть, оригинальное приложение хочет, просит придумать, то есть, не важно, что уже есть логин-пароль, оно просит придумать специальный пароль для мобильного приложения. Фейковое просит ввести настоящий пароль. Все это главное отличие. Не только этот банк подвержен, есть еще один банк. Вот. Тоже узнается, в принципе. Альфа? Второй банк. Не знаю. Меня пиарщики просили не говорить. У вас пульт взломали. Да, вот с пультом беда. Крупнейший в России, крупнейший частный, я думаю. Крупнейший частный, да. Да, да, да. Вот. Вот это вот, опять-таки, фейковое. Оно просит логин-пароль. То просто показывает, сколько всего можно сделать. И есть еще один банк. Вот. У него единственное... Вот. У него единственное отличие. Тут единственное, почему можно отличить. Фейковый в любом случае будет на украинском. Неважно, какой язык системы. То есть, настоящее приложение, оно проверяет язык системы и показывает себя на том же языке. Соответственно, в данном случае оно на английском. То показывают в любом случае на украинском. То есть, на заднем фоне видно английские надписи. Это оригинальное приложение. На переднем фоне он просит, он пытается украсть данные на украинском. Вот. Теперь хотелось бы вообще рассказать историю, как был сделан этот скриншот. Знаете, телефон такой Black Phone. Он... О нем писалось что-то на Хабре. Он достаточно там популярный. То есть, есть такой чувак, я не помню его фамилию. Он один из основных основателей PGP. Он, ну там, развил компанию и ушел оттуда, основал компанию Silent Circle. Они создают приложение для шифрованного общения на телефонах. Там достаточно дорогая подписка. И они совместно с кем-то китайцами выпустили Black Phone, где часть этих приложений Silent Circle уже предустановлена. И к ним гарантирован доступ в течение... Бесплатный доступ в течение ближайших трех лет. Телефон позиционируется как безопасный. В нем выпилены все сервисы Google. Ну, то есть, это Android, но без сервисов Google. У него очень много чего выпилено, переделано, добавлено вот эти всякие Silent Circle. Он позиционируется как секьюрный телефон. Вот. Очень стало интересно, насколько же он действительно секьюрный. Больше всего понравилось, что там нет официального магазина приложений. Соответственно, а это Android. Как установить приложение? Зайти в браузер и вбить. Как, ну, там, скачать какое-то приложение, скачать Angry Birds. 10 из 10 это будет трояны. Ну, как бы... И он позволяет все это установить, спокойно запустить. Они отработают это. Что сделали? Установили приложение новое. Вот то было, это прошлая версия. Вот новая версия того же банка зеленого приложения. Я сначала установил его, прокликал. Установил потом троянца. И смотрю, вроде все то же самое. И думаю, ну, блин, наверное, круто сделали ребята, вот даже это там. Нельзя лезть в другое, да, к другому приложению в окошке. Пока я не наткнулся, зарегистрирую телефон, нажал кнопку, у меня такое восстановление пароля. Представляете, как он предлагает восстановить пароль, введя номер карточки. А что... Именно так его и нужно восстанавливать, да? Вот. Вот такой вот троянница. Причем, на самом деле, если присмотреться, вот это оригинальная еще фотка, а это не оригинальная. У него чуть-чуть более светлый вот демо-режим там надписи. Вот. А так вот, вот эта вот картинка, они выглядят вообще абсолютно одинаково, вот этого просто чуть-чуть светлее. Это тоже слоник? Фанни слоник. А, ну, да. Зеленый слоник? Да. Мы не будем говорить какой-то. Да. Ну, какой-то банк. Вот. Это вообще его функционал вот этого троянца, то есть он в основном управляется по... ну, с CNC. Вообще, о чем я сейчас буду рассказывать? Я буду рассказывать о том, как мы мониторили ботнет, как мы мониторили банковский ботнет. Почему мы вообще этим занялись? Это, опять-таки, все вот с этого свепенга. Когда-то вот к нам пришел на анализ, мы тестировали новую нашу, это было примерно год, тестировали новую систему динамического там обнаружения всяких зловредов, запустили, а это было вечером, поздно, ну, то есть мы его добавили в базы, да, мы поняли, что это зловред, он выглядел как обычный троянный SMS. И мы его запустили, оставили на ночь, ушли, то есть нам было интересно получить как раз вот эти самые номер-префиг, чтобы отправить их мобильным операторам. С утра мы приходим и видим, он отправил SMS-ку на номер 900. Ну, 900 и 900, что-то, ну, странно. Обычно 4, да, цифра, а тут на 3. Но оказалось, что он пытается воровать деньги с банка, да, который управляется через 900. Оказалось, что можно просто отправив SMS-ку 900 на номер 900 с текстом там 9000, перевести себе на счет 9000 с привязанной карточки. Можно точно так же перевести на другой номер, ну, там надо будет подтверждающий код послать. Вот, да, у многих банков, но в основном в итоге сейчас многие троян SMS-ы, они таким образом, то есть они отправляют уже не там 5-3-1, да, доллара, как я говорил, а они на самом деле пытаются сначала проверить, привязана ли карточка, отправить, ну, пополнить счет максимально, а потом уже отправлять, 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 отправлять всякие премиумы SMS, да, пока они опустошат много денег. Вот, но вот этот именно показал себя как полностью банкер, то есть он, мы думали, что он троян SMS, оказалось, что вот он банкер, и у него он потихоньку развивался, и вот мы за ним следили. Смотрят, нет SMS-ы, пришедших с номера известного разработчика троянца, смотрят, ага, есть такие SMS-ы. Сразу, сразу шлют. Это некая услуга, после чего можно шмалять? Они сразу шлют, они даже не смотрят. Это нужно, да, правило. Зачем? Можно просто отправить и пропарсить ответ, и все, получить однозначный ответ. У населения России есть карточка некривого банка. Да, да, ну да, с таким-то процентом рынка. Вот, а включено по дефолту, причем, когда вы, мне вот это очень нравится, когда приходишь в этот банк открывать карточку, там прописано, во-первых, что этот мобильный банк включен, а во-вторых, то есть он при любой карточке включен, во-вторых, пользователь сам несет безопасность за его секьюрность. Ну, он говорит про безопасность. Ну да, это тоже, ну, комп при этом все равно перекрывает мобильное приложение, он может украсть логин, пароль и номер карточки. Ну да. Ну, по крайней мере, хоть какой-то пняк не пройдет. Да. Слушайте, а вот это заморозка защитится, кроме как отключить этот сервис? Ну да, конечно, установим фантивирус Касперского. Чуть-чуть дороже. Ну, не так уж и дорого на самом деле. Ну, я как бы не продавать, но если что, вот, ну, как бы на самом деле нет. Какие перемешаны обычно требуют банка для того, чтобы показать сверху рабочих? Никаких. Вот для этого никаких. Нужен интернет, чтобы отправить это. Все. Ну, смс-ки, да, смс-ки – это перехваты мтанов, то есть без смс-ок нельзя, перехватив смс-ки, да, нельзя, не перехватив смс-ки, нельзя провести платеж. Но, в общем, чтобы перекрыть, чтобы показать такой фишинг, чтобы украсть номер карточки, не нужно никакого пермишена. Это вот мне очень нравится в андроиде. То есть вот показывается окно, и просто сверху показывается другое окно, или фиксируется окно и читается рефлекшенами информации, строчки из UI и показывается на своем? Нет, ничего не нужно читать, ниоткуда ничего. Можно просто там, ну, одной опишкой получается стоп-активити, другой старт-активити. На самом деле, я, если честно, не проверял, но у многих есть функционал удаления смс-ок, то есть можно указать, какую смс-ку, то есть многие говорят, удали четвертую смс-ку, ну, как бы получать четвертую смс-ку сверху. То есть у многих клиентцев такое есть, но, по-моему, когда это отправляется не через мессенджер, а вручную, ну, как бы, опишкой, по-моему, они не остаются. Вот, ну, да, не остаются, вот, точно, вспомнил. Ну, да, но, может, в новых версиях будет все по-другому когда-нибудь. Вот, это пример реальной коммуникации, реального, ну, то есть что мы делали, мы следили за троянцами. Тут можно сделать два таких вот прям сразу в голову приходящих, да, ну, как бы решения. Первое – это взять, посмотреть, как он обращается, что он отправляет, да, это разобрать полностью протокол коммуникации и все время имитировать его. Второй вариант – это просто взять это приложение, удалить из него все безопасное, ой, все опасное, ну, то есть, например, отправку смс, а мы с него поставим заглушку, которая просто это будет нам логировать. Мы делали так и так, на самом деле, конечно, ну, разбирать протокол, оно хоть и посложнее, вот, но зато оно дает гораздо круче результаты, гораздо более масштабируемо. Вот, ну, это вот как раз результаты. Что происходит в сессии? Он сначала присылает, он, кроме управляемого по ЦНЦ, он управляется с номера телефона. То есть, он присылает, теперь это управляющий номер, а теперь отправка смс, ну, вот, на самом деле, это все равно номер 900. Вот, то есть, ну, вот, несмотря на префикс 7-9-2-6-2, это, на самом деле, номер 900, все того же банка. Это он отправляет, там, 23 или 38 рублей пытается перевести, просто чтобы проверить, что он привязан. В какие-то моменты мы ему подсовывали сообщение, потом он пытается украсть все сообщения, да, чтобы понять, то есть, getMessage, это команда, загрузить на сервер все сообщения. Таким образом, он пытается понять, были ли, ну, пришли ли сообщения от банка. Вот он, вот мы ему подсунули реальное сообщение от банка, после чего он пытается перевести 10 тысяч на этот номер и получить баланс текущей карточки. Вот. Плюс к этому всему он присылает смс-ки на номер телефона в самой-самой первой версии, когда мы только начинали, зарегистрировал свой номер телефона. Это было очень прикольно, мне приходили вот такие сообщения, вот это B64. Но самое смешное было, когда мне на Новый год, я уехал там в отпуск, и мне пришло за буквально 3 минуты, что типа 40 сообщений, они потеряли нашего бота, как бы, пытались проверить, жив он или нет, мне пришли сообщения с разных зараженных телефонов. Вот, то есть они пытались меня как бы пингануть и потом украсть мои все входящие смс-ки. Ну вот, какие приходят команды? Включить 3G, отправить на номер 900 баланс, force on – это включить воровство всех смс-ок. А там, ну, два слайда назад, ты можешь пояснить нижнюю команду, send SMS, таля, 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 таля? Баланс, да. Все деньги, что доступны на баланс? Он в ответ придет, смс-ка, потому что содержится сколько на каждой карточке, содержится денег и последние, по-моему, 4 или первые 4 цифры. Нет, в общем, не надо. А, пишите команду, отправите номер банка, чтобы проверить. Да. Можно почитать руководство на сайте того самого банка. Какая, промерлахите запросы. Да, и что приходит в ответ? Вопрос, по-самое главное, там написано, как отключить. Ну, вот как отключить, ну, на самом деле удобная служба, вот я пользуюсь, мне нравится. Нет, спасибо. Ну, удобно пополнить номер телефона просто одной смс-кой и без комиссии. Вот, ну, это вот типичная сессия. И вот теперь типичная сессия, да, с двух сторон. С одной стороны идет HTTP, с другой стороны идет смс-ки. То есть он сначала присылает смс-ками, включить 3G, отправить 900 и воровать все, ну, отправить на номер 900 баланс и воровать все входящие смс-ки. Дальше он меняет гейт, пытается отправить, опять-таки, там, деньги, да, какие-то перевести. И потом он видит, все, пришли деньги, мы ему подсунули. Он отправляет сначала 10 тысяч, потом проверяет баланс, деньги еще есть, еще 9 тысяч, да, 9 900 перевести. С этого же тут же начинает, там, на самом деле, по смс-кам тут же идут команды, там, тоже там 10 тысяч перевести. На самом деле там ограничение 10 тысяч в сутки. Мы ему просто после вот этого не возвращали успешной операции. Поэтому он все пытался, волновался. То есть это, по ходу дела, делалось вручную. И вот человек очень, вот он увидел, что есть деньги, прям отправлялись, отправлялись команды. И потом, когда мы ему подсунули опять, что да-да-да, чувак, тебе удалось, он прислал нам больше трех тысяч раз команду отправить смс на номер 1161 с номером там такой. То есть это обычный премиум смс. Он пытался вывести наши бабки. Больше трех тысяч раз вот так вот подряд. Ну да, ну то есть, скорее всего, у него в админке просто стоит галочка отправить столько-то раз, и вот он столько-то раз посчитал. Ну и вот в течение просто исследования на одном боте у нас пытался украть вот такими вот больше трех тысяч долларов. То есть просто перевести на свой номер телефона, перевести на чужие номера. На самом деле не на свой, а тоже какие-то зараженные. Мы их передали там в этот банк. Их предупредили, они там заблокировали больше полутора тысяч. Но там ограничение, что типа три тысячи рублей в сутки. То есть если перевести на свой номер десять тысяч рублей в сутки, то там три тысячи рублей в сутки. Пытались вовсю пользоваться мобильными всякими платежами. Ну вот семь четыре, девять четыре, не помню. Пытались Kiwi всякие, Kiwi Visa Wallet. Вот они пытались очень упорно воспользоваться. Премиум рейт. Kiwi же это клево, с ним к тому же можно без потерь вывести. Ну вот. Ну и премиум смс-ками они пытались у нас украсть порядка пятнадцати тысяч долларов с мобильного счета. Теперь фейк токен. Это вот тот самый, который показывает, который генерирует просто HTML. То есть у него на самом деле весь функционал у него снаружи очень простой. Можно нажать кнопочку close, он закроется. Можно нажать кнопочку generate, он покажет один из паролей, которые у него прописаны. Все. То есть у него прописано там что-то, типа пятнадцать паролей, он один из них покажет и все. То есть это просто делается для того, чтобы пользователь был уверен, что да, действительно ему, ну, у него стоит приложение от этого банка. Как им заражаются? Какое-то время назад утек, ну вообще как бы утекают исходные коды всего-всего-всего, как многие догадываются. Утек исходный код троянца ZEVS, это один из самых крутых троянцев функциональных, там известных. Он знаменит своими веб-инжектами. То есть они на зараженном компьютере в страницу пользователя заходят на страницу банка, а они туда ему что-то добавляют, добавляют новые реквизиты, меняют реквизиты. То есть они как бы вмешиваются в коммуникацию пользователя с банком, да, и воруют деньги. Причем они делают очень много, как и очень круто. В том числе, когда банки начали вводить МТАНы, то есть временные коды, приходящие по смс-кам, они начали, ну, как злоумышленникам, надо как-то с этим бороться. Соответственно, они стали инжектить, ты заходишь на страницу своего любимого банка, тебе говорят, слушай, я не буду проводить никаких транзакций, пока ты не установишь себе суперсекюрное приложение МТокен. Вот, ну окей, хорошо, устанавливаю. И вот пользователь таким образом устанавливает подобные приложения, они могут быть. То есть это Эмираты, это Австралия, кто-то в стиле Эмиратов. RSA, это вообще, ну, они продают всем-всем-всем, да, свои эти. Райфайзен, ну, причем Райфайзен это чисто немецкий, то есть к нашему не имеет отношения. Австрийский. Ну, да, австрийский, да, это именно Австрия, вон, Райфайзен Австрия, да, все правильно. Просто язык там немецкий был, вот, Сиам, Саудовская Аравия. А вот админка. Вот человек, когда покупает себе такой вот этот, ему прям выдают там имя файла, как он будет называться, на какой номер отправить там смс, с какого номера будет управляться, куда что будет уходить. Можно выбрать картиночку. Вот у этого пользователя вот такие варианты были картиночек, да. Видим, здесь есть не все, которые, ну, я показывал. То есть они, ну, кому-то разное что-то, ну, зато есть что-то другое. Кому-то что-то, ну, разное дают. Это еще один вариант админки. Вообще с этим троянецем фейк-токен очень смешно получилось. То есть сначала появился вот такой вот троянец, вот, вот, выглядящий, да, генерирующий циферки. Мы его затотектировали, а потом смотрим, хоп, и пошло их просто какие-то тысячи установок. Мы думаем, ну, нифига себе, а это было там два года назад. Нифига себе, началась эпидемия банкеров. Посмотрели внимательно, оказалось, он стал обычным троянецем эмэсом. Ну, на самом деле, если посмотреться, несмотря на то, что все банки зарубежные, язык административного раздела русский. Это делают, ну, русскоязычные эти и продают русскоязычным. То есть их админки на английском языке я не видел. То есть вот в интернете можно найти много скриншотов их админок, то есть они все время утекают, крадутся. Интересно, почему? Вот. Ну, и они вот работают только с иностранными банками, то есть они прикрыты. Так вот, они в какой-то момент, вот именно банковских фейк-токенов встречается мало-мало-мало. Но началась эпидемия, причем в России. Оказалось, что они, ну, как бы, видимо, заказы идут не так круто. Они совсем немножко переделали функционал, теперь вместо кнопочки просто открывается картиночка. Вот. Но в это время отправляется премиум эсэмэс. Вот. То есть они взяли и стали обычным троянецем эсэмэсом. Мы долгое время думали, что это троянецем эсэмэс. Ну, теперь-то они уже все время троянецем эсэмэс, забили на банкеры. Ну, вот, типа, опустились вниз. А потом, хоп, и опять начали быть троянд-банкерами. Ну, вот, какие-то они такие вот то туда, то сюда. Ну, сейчас вот они и тем, и тем промышляют. Вот это вот, опять-таки, админка, да, видно украденные эсэмэски, там, Аль-Рахи-банк, Алахили-банк, Раят-банк. То есть это вот, ну, эти, Саудовская Аравия и так далее. Вот, ну, это все в интернете. Вот это, ну, просто в интернете, можно загуглить, вот такие картиночки находятся. Вот, это вот тоже их админка, это уже сами нашли. То есть у них там админка вообще без пароля была. То есть заходи, любой, смотри. То есть все укра... Причем это админка именно троянэсэмэса. То есть той части, которая просто отправит эсэмэс, но при этом всем она все равно ворует все входящие эсэмэски. Это генератор. Можно выбрать любая картиночка, любая иконочка, как часто он будет обращаться, как он будет называться, как будут называться приложения, все что угодно. Его функционал, ну, здесь, в принципе, описан, но в основном это украсть что можно, украсть эсэмэски, отправить эсэмэску. То есть у него... Ну, и совершить звонок. Но звонок в основном совершается... Нет, просто совершать звонок, не в этом случае. И вот интересное, там есть Natify. Вот Natify это очередное вот это средство доставки рекламы. То есть это то, что покажется пользоваться сверху. И вот мы, когда мониторили вот этот вот botnet, он обычно нам присылает такие... Ну, это обычно вот команда от него приходит. Он такой говорит, ты обращаешься к неправильной CNC-шке, возьми новую CNC-шку. Мы такие хоп, и сразу ее задетектировали. Круто. Типа устанавливает новый тайм-аут, потом говорит убрать все фильтры, то есть, ну, перестать мониторить эсэмэски. Следующей же командой приходит, удаляем эсэмэски с таких-то номеров МТС-подписки, там что-то еще, систем 787. То есть он начинает всякие ответные. То есть он, понятно, сейчас начнет отправлять, ну, ввести себя, как обычно, троян эсэмэс, поэтому он тут же начинает удалять все входящие там подтверждения, да. И самая частая команда, которую мы получили, почему-то у меня, на самом деле, этот слайд потерялся в последний момент. Тут я еще на работе смотрел, он был. Приходило очень много, практически скажешь. То есть не каждый троянец, который мы пробовали мониторить, он нам присылал команды что-то удалять, что-то отправлять. Каждый присылал вот эту рекламу, которая на Тифай. То есть они очень любят зарабатывать дополнительные бабки, вот этот показан рекламой, то есть, ну, не знаю, как-то они движутся вот в такую сторону. То есть он, с одной стороны, отправляет премиум эсэмэс, с другой стороны, мы этого мало, он показывает еще и рекламу. Ну, а с третьей стороны, он там у пользователей всяких арабских банков ворует кучу денег. Ну, Евроба, это тот самый корейский банкер, он очень много, на самом деле, чем интересен. Первая версия, использующая фишинг просто в стандартной форме, то есть они покупают домен очень-очень-очень долгий, создают на нем под домен вури-банком. Вури-банком это, ну, вури-банком это реальный домен этого корейского банка. И просто они берут и открывают эту страницу. Соответственно, за счет того, что экранчик маленький, на экранчике остается просто надпись вури-банк. Там висит абсолютно, ну, точно такая же, как банковская страница с вводом логина-пароля. То есть это, ну, это очень просто, это весь функционал, на самом деле, этого троянца вот в первых версиях. Все, что он делал, после запуска открывал вот эту фишинговую страницу, по которой, конечно, можно было выдать. Он корейский, там вот что-то он по-корейски у себя показывает, кнопочки показывают, но реально вот он подкрывает просто фишинговую страницу. В дальнейшем они стали чуть-чуть умнее. То есть они, во-первых, командами пытаются, если есть root, если им удалось получить root, они пытаются втихаря удалить банковское приложение. То есть они смотрят, каких корейских банков установлено приложение, пытаются удалить эти приложения и поверх них поставить свое аналогичное. То есть вон, PM Uninstall, там нижний, да, в шинах с банкинг, это, ну, корейский банк, и ставят, вот он чмот, и там, он, короче, его ставит. Вот. То есть это, ну, такой прям интерактивный, да, фишинг выходит. Вот какие картиночки. То есть, во-первых, сам по себе приложение, оно висит, как Google Play. И пользователя, хоп, и два Google Play. Вот какие картиночки он показывает. То есть это, на самом деле, очень странный корейский банк со свиньей, но это действительно корейский банк и вот в Урибанк. Да. Вот. Ну, вот такие у них страницы. С ними, ну, их тоже достаточно прикольно мониторить, от них постоянно приходят команды ссылки на новых зловредов. То есть он говорит, вот это вот с моей ЦНЦшки скачай для такого банка. Вот у меня здесь будет расшифровка более удобная. Ну, то есть вариант, да, для КБ Стар банка скачай такое-то приложение, для Вури банка скачай такое-то приложение, для того такое-то приложение. Вот. Это тоже интересная команда. Вот ее расшифровка. Он просит отправить вот такой контент всему контакт-листу. Тол, тру. Вот. Всему контакт-листу. Но по нему ссылка на него самого и гоу-гоу. Ну, как бы странно, получив такую смс-ку, гоу-гоу и ссылка, перейти по ней, установить, скачать. Но вот, видимо, это работает. И это Корея. И там в основном весь банкинг, он именно, ну, вот, весь смс-пам, он именно так работает. Вот. Но это, в общем, все, что я хотел рассказать про Трояну вот так в общем. У нас впереди часть про то, ну, воркшоп какой-то некий. Вот. Поэтому, ну, не знаю, там, вопросы по поводу, там, таких трендсов. Потом расскажу, ну, как их можно разобрать, из чего они состоят. Андроидовые. Круто. Вот, воркшоп. Android Package – это основная единица в Android. Знаете, есть операционная система Tizen, которую разработали Samsung, чтобы оторваться от Google, чтобы у них была, собственно, система, которую они сами будут продавать, независимо от каких сервисов. Так вот, Tizen, он, мало того, что достаточно похож, то есть он основан, на самом деле, на куче-куче старых мобильных систем, которые так и не взлетели, да, которые разрабатывали там Nokia в одно время, HP и так далее. Он очень похож на Android. У него очень много чего похож. Так вплоть до того, что у него TPK, если это Android Package менеджер, ой, Android Package APK, то в Tizen это Tizen Package, TPK. Очень похоже, то есть, APK – это архив, просто обычный zip-архив, в котором лежит, то есть это вот вид в HUE. На самом деле, когда ко мне приходит файл на анализ, который требует ручного анализа, я его всегда открываю в HUE. Это привычка еще с Windows. То есть, вот, посмотрите, вот такой вот код. Что же это на самом деле за файл? Вот, на самом деле, в нем видно, что первые там байты – это zip-архив, видно даже имена там содержимые. Что в нем есть интересного? Вот это вот, если его распаковать, да, в самом зипе он будет выглядеть так. Какая-то папочка res, там лежат различные файлы. Папочка meta-inf, там лежит подпись. Каждый-каждый файл на андроиде подписан. Казалось бы, это должно было решить все проблемы, да, с малварой, с чем угодно. Но если каждый файл подписан, то есть в винде, я могу сказать, что если файл подписан, то он и 99,9, да, он чистый. Вот, ну, потому что, как бы, подпись получить не так просто. Тут каждый файл подписан, и каждый генерирует свою подпись. Нет никакого удостоверяющего центра. Мало того, в андроиде содержится, ну, как бы они это все время фиксают, но все равно в андроиде содержится много уязвимостей, которые позволяют обходить даже вот эти вот подписи. То есть подпись, она единственная, для чего нужна, реально вот так вот могу сказать, ну, как бы две вещи. Первое – приложение типа флеш-плеера имеет чуть-чуть больше прав. То есть флеш-плеер – это единственное приложение, которое прям захардкожено. У них вот в коде андроида прописано, что вот этому приложению можно становиться плагином браузера. Все, больше никто не может быть плагином браузера. Проверяют они это по подписи. Соответственно, подделав подпись адоба, можно стать плагином браузера в андроиде. И второе – это при обновлении. То есть если стоит у вас, например, Angry Birds, ну, имя пакета, да, comangrybirds, там что-то. Вы хотите поставить новый пакет с таким же именем comangrybirds что-то, вы не сможете его поставить, если подписи разные. Соответственно, ну, возможность подделать подпись, она позволяет втихаря как бы обновить приложение, да, обновлять оно гораздо легче. Вот. Ну, и, соответственно, вот есть куча уязвимостей, которые позволяют как раз там подделывать подпись, обходить. Ну, в общем, каждое приложение подписано, и нет никакого удостоверяющего центра, никто не проверяет эти подписи. Есть ресурсис файл, в нем содержится много-много полезных и не очень строчек, которые описывают вообще поведение. Класс SDX это, то есть вообще на Android разрабатывают в основном на Java, да, куча Java-классов, они скомпиливаются в один файл, который называется класс SDX. В нем конвертнутый Java-байт-код в Dalvik-байт-код, да, это, ну, там, виртуальная машина на Android. И Android-манифест это скомпиленный файлик, в котором как раз прописаны те самые пермишены, что может получить приложение, что оно может делать, я его покажу там, вот. Так, это что получается, что пакет сам по себе не защищен никак? То есть подпись сегодня о чем не говорит? Или это у этого троянца подпись левая? У любого подпись ничего не говорит. Ну, то есть, криптографически она что-то говорит, но мне ничто не мешает создать. То есть, вот это, чем подпись одна от другой отличается? Я могу создать подпись, вот у нас продукт, например, подписан Касперский лэб, да, я могу создать подпись сам дома, Касперский лэб, оно будет выглядеть один в один, у него будет включаться пабликей, вот этот пабликей некому проверить и негде. То есть у Google нет своего центра? Ни у кого нет. Ну, то есть у кого-то на самом деле что-то делают, но никто, ну, всем пофиг. Но Google нет. Вот, да, это крутая фишка. Никто не проверяет. Просто проверяет, что подпись та же самая, что она криптографически верная. То есть, что, ну, там такой же прикол, как я... Ну, как бы там есть, то есть это архив, в нем файлы. Есть отдельный файл, там, ну, в MetaInf, на самом деле лежит три файла. Можно проверить, это то, что данный пакет подписан подписью с таким публичным ключом. Что он не сломался просто при передаче. Да, ну, как бы, да, про этот публичный ключ нельзя сказать, настоящий он или нет. То есть, если я поменяю класс из DEX и подпихну его сюда же, подпись летит, конечно. То есть она криптографически верная, но никто, я, имя никто не гарантирует уникальность. Да, 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 все правильно. Вот эта вот фишка, которой пользовались китайцы, то есть они много чего меняли. Вот так выглядит манифест, его разбирает Android при установке, в нем самые интересные вещи, то есть, когда он получает, когда получает файл, я сразу смотрю, что он может. То есть, если у него, например, нет вот какой-то read SMS, write SMS, send SMS, да, receive SMS, он не сможет там прочитать SMS или отправить SMS. Соответственно, ну, если у приложения есть только интернет, скорее всего, с высокой долей вероятностью оно достаточно чистое. Вот, дальше идут точки входа, то есть, например, ну, по аналогии там с Windows, да, у него, грубо говоря, есть только одна точка входа. Все остальное уже, в общем, лимитируется какой-то логикой приложения, кнопочками, да, кто что начнет работать. Тут сразу в манифесте можно прописать все точки входа. Например, есть вот main строчка, ну, у меня не будет работать. Ну, короче, вот где main, launcher, это главная точка входа. То есть, это вот, когда пользователь нажимает запустить, у него запустится. Но есть еще куча других точек входа, которые описаны ниже, например, вот boot completed, font state, not going call. В случае, то есть, здесь у них у всех один обработчик, который, вот, ресивер android name c.l.ar. А у них у всех один обработчик, поэтому, ну, в случае наступления любого из этих событий вызовется тот, там, метод, да, тот класс, на самом деле, а метод в нем будет называться он ресив. Так вот, самое интересное, что таким образом, ну, в случае загрузки телефона, то есть, он так просто добавляется в автозагрузку. Просто нужно написать boot completed, да, и его обработчик. В случае, там, изменения font state, а font state, это, ну, там, включен-выключен экран и куча всякого такого, если не ошибаюсь, да, он запустится. Не от going call, новый исходящий call, ну, и в таком стиле. То есть, в итоге, вот этот вот метод будет срабатывать, ну, там, каждые, не знаю, 2 секунды, 3 секунды у активного пользователя. То есть, просто лежит на файловой системе, да, как вы говорите? Да, да. Но он, на самом деле, лежит скомпонованный, это вот он именно в XML-ку распаршенный. То есть, если просто взять какой-то скачанный, то так просто не удастся из него это все вытащить. Я покажу, как мы это получаем. Вот тот самый класс из Dex, вот так он выглядит в Hue. Вначале он начинается Dex, потом может 0.35, 0.36, эти различные форматы. В нем он представляет из себя скомпиленные воедино файлы, ну, класс файлы, да, яловские. В чем плюс? В том, что они теперь все вместе, и за счет этого экономится место. То есть, если там раньше одна и та же строка была в каждом из этих файлов, то она, ну, как бы и лежала, да, в каждом из этих классов, теперь она будет только в один раз. Все строки лежат вместе, то есть, на самом деле, если нет никакой фускации шифрования, можно просто открыть файл вот так вот в Hue, даже его не декомпилируя ничего, и сразу-таки посмотреть, вот я там вижу что-нибудь интересное, да. Например, mbackname, вон там, ну, явно что-то, даунпасс, что-то уже стрёмное, что у него там с банками скачивает, какие-то кей, надо детектировать, вот. В случае же, ну, если так ничего не удалось, то есть, это вот анализ буквально за, там, 2 секунды, то есть, оп, открыл, 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 посмотрел, глаз ни на что не наткнулся, тогда нужно декомпилировать, чтобы получить распаршенную, то есть, вообще, в общем, для анализа достаточно двух общеизвестных, ну, трех, на самом деле, доступных в интернете программ. Первая пока-тул, она позволяет полностью разобрать весь АПК, получить реальные XML-ки, получить все строки и дезассемблировать, но очень низко уровнем, то есть, его неудобно читать, весь класс SDX, ну, там, в байт-код, грубо говоря, то есть, ну, реально неудобно читать, и Dex2Jar, который переводит Dex в набор джарников, да, из которых он был скомпилен, соответственно, его можно, ну, легко читать многими программами, и прям, виден реально практически тот самый код, который писал, там, злоумышленник. В данном случае это как раз та самая в робо, да, корейский банкер, вон у него там имена пакетов этих банкеров, описаны всякие поведения, там указан корейский антивирус, с которым он пытается бороться, вот. Вот, это про разбор, я могу показать, как реально там разбирается файл, один из тех, который показал, могу показать сложный случай, с которым не справляются ни одна из этих тузов, но я не покажу, как с ним мы справляемся, это такой будет секрет. Вот, могу, в общем, рассказать, давайте я даже с этого начну, на самом деле, чем мы занимаемся, чем занимается вирусная аналитика, чем занимается мобильный вирусной аналитика. Мы спасаем пользователей, мы спасаем мир, мы спасаем пользователей, мы пытаемся найти зловреда быстрее, чем его найдет пользователь, который очень хочет его установить и потратить свои деньги на него, и донести защиту. У нас, как положено, много-много есть разные сигнатуры, есть флистические правила, есть облако, которое имеет время реакции 3-4 секунды от появления зловреда. Но, в общем, нам нужно сначала найти файл. Найти файл не такая же большая проблема, потому что, во-первых, все антивирусные компании, они воюют между собой только в маркетинге. На самом деле мы занимаемся одним и тем же, зловредов очень-очень много, мы с ними боремся, и мы сотрудничаем, мы все обмениваемся файлами. То есть, если мы нашли, грубо говоря, все, что мы нашли за день, мы отсылаем любой антивирусной компании, все антивирусные компании отсылают нам. Есть куча ресурсов, например, VirusTotal, может быть, знаете, он достаточно известный, крупный, на него загружают кучи файлов. То есть, на него загружает поток с VirusTotal, это просто, это вот если говорить про Android, Android совсем немножечко по сравнению с Windows, там в день сотни тысяч файлов на самом деле. То есть, ну хорошо, мы получили файл. На самом деле даже антивирусные компании, которые присылают на различные партнеры, это находит далеко не все. Все. Пользователи очень любят присылать файлы, за что им огромное спасибо, но там редко бывает что-то действительно крутое, хотя действительно бывает что-то новое крутое. Это потому что, ну, основная цель все-таки до пользователя это найти. Есть куча кроллеров, то есть мы ходим, вот эти вот сайты, да, которые социальной инженерии, мы за ними следим, мы с них скачиваем новые файлы, мы следим за партнерками, находим, где что они выкладывают. Ну, пытаемся вести себя как пользователь в интернете, ставим ловушки на спам, всем-всем образом собираем. Вот эти вот файлы, их анализируем, получается очень много, сотни тысяч файлов получает. Среди них малвары будет мало. Ну, то есть у нас, я вот показывал, там 400 тысяч уникальных, 12 миллионов всего. 12 миллионов, если в день получать сотни тысяч, наберется очень быстро. То есть на самом деле процент зловреда в этом огромном потоке очень маленький. То есть нужно, во-первых, каким-то образом оценить, обработать файл, понять, найти похожесть, строиться, соответственно. Нам очень помогает наша Windows-команда, которая огромная, которая уже 15-17 лет, да, с этим всем работает. У них там крутые самообучающие системы, там нейронные сети, всякие такие умные слова. Они нам очень помогают строить, просто адаптировать свои правила, которые помогают. Ну, у нас есть свои какие-то, да, там методы похожести, там, подозревалки всякие. Вот. Таким образом мы просто берем этот файл, анализируем, решаем, что он подозрительный, насколько он подозрительный. И под соответствующим этим, в большинстве случаев все делается автоматом. То есть вирусный аналитик, он разбирает самые-самые сложные, интересные случаи, когда есть что-то подозрительное, да, не смог там справиться робот. Добавляется это в базы, в облако. Вот. Вот так вот. Да? Если это не секрет, не могли бы немножко привести к обнеску примеров эвристических правил, таких чисто мобильных, например, подскаживаяся. Ну, могу привести. Так, сходу, вот, я могу привести, что, грубо говоря, можно, ну, то есть, эвристические правила, они могут быть сделаны, по сути, ну, вот, нашими двумя способами. Первое, это на поведение эмулятора, у нас, он пока в паблике его нет, к сожалению, мы уже год пытаемся его посетить в паблик. Это очень большая проблема, потому что, ну, как бы, эмулятор на андроиде, да, то есть, это мобильный телефон, и тут еще что-то эмулируется. То есть, это огромное потребление, там, ресурсов, поэтому мы сейчас вот боремся с этим, оптимизируем и так далее. В нем вообще очень крутые, там, правила, ну, то есть, там, ну, достаточно, на самом деле, сделать правила, отправка смс на четырехзначный номер, да, и, ну, все, вот тебе, там, детект любого зловреда, ну, там, большинства. В реальной жизни, когда у нас нет поведенческого анализатора, да, гораздо сложнее, то есть, там это даже уже не эвристическое правило, а просто сигнатура, но реально круто работающее. В реальной жизни, ну, пока у нас, к сожалению, такого нету, у нас есть всякий код, который умно преобразует, то есть, в большинстве случаев мы создаем, то есть, вот есть код, да, который приложение отработает, то есть, есть код метода, да, который каких-то этих, мы его некоторым образом делаем из него свертки. Вот, делаем, и, соответственно, мы можем сказать, что вот если у нас есть свертка, содержащая такие-то байты, такие-то байты, а вот другой содержит такие, то есть, и, например, приложение может отправлять смс-ки, то, ну, оно злое. А существует ли, ну, я знаю, что, скажем, под Windows существуют киевристические признаки, которые говорят, что файл заражен, но чем конкретно, как бы, антифирс сказать не может, как бы, есть ли такие вот, такие же 100% признаки? Ну, 100% нет под Windows. Ну, то есть, это всегда, то есть, когда… Ну, я имею в виду, что вот киевристик в моем телефоне, да, положим, он понял, что данное приложение, предположим, читает контакт-лист и отправляет смс-ку, он увидел эти апишки, то есть, он свернул. Он в данном случае просто запретит, как бы, исполняет, ну, соответственно, забанит его или… Потому что в исполняемых файлах, как бы, можно во многих случаях на 100% сказать, что файл точно заражен, там нам что-то плохое есть. Но что конкретное, я не знаю. Ну, ну, в общем, да, в каких-то случаях мы можем сказать, вот, ну, какие-то, да, такие вот, generic правила, да, да, действительно, они выпускаются. Ну, можно на 100%, то есть, тут всегда мы еще имеем проблемы с фалсами, да, сложными срабатываниями. То есть, хорошо, он отправляет смс-ку, обрабатывает входящую смс-ку, но, вот, исследовал этот момент, что-то типа, короче, в день порядка 500 тысяч установок чистых приложений, которые умеют делать то же самое. Вот. То есть, если, например, делать такое правило, да, то мы такое количество юзеров поэффектим, что, ну, беда прям. Вот. Поэтому обычно так нет. Вот. Есть еще вопросы? Да. Как работает антивирус? Он на момент скачивания мониторит сеть, то есть сокеты какие-то, или на момент подруги приложения проверяет весь код? Все зависит от платформы. В Инде мы можем очень многое. Мы как драйвер, там, установленный, в Андроиде беда. Мы не можем мониторить сокеты, мы не можем во время скачки. Ну, то есть, на самом деле можем, но, опять-таки, все упирается в юзер-экспириенс, то есть, мы можем, но сильно аффекта пользователя делать чуть больше, чем вот. То есть, приходится иногда поступаться чем-то, у нас там всегда есть расширенный режим, то есть, если ты согласен, что это будет плохо, зато там, ну, круто, да, то, ну, если будет давить на тебя как пользователя, зато ты будешь защищен, ты включаешь, ну, расширенный режим. В стандартном режиме, в общем, нет, можно только по факту, но при этом всем, то есть, например, система дает по факту понять, что файл был скачен, и система дает по факту понять, что файл был установлен. То есть, мы можем на эти события подвязаться. Вы установленный файл сканируете? Да. То есть, имеете ли доступ к песочнице этого файла? Да, на чтение. Но, нет, не в песочницу. Песочница – это песочница, а, ну, как бы, куда они установились, это куда они установились. То есть, мы не можем сказать, вот если приложение берет и расшифровывает что-то, мы как бы туда не можем иметь доступа. Если оно установилось не в нас, вот. То есть, нужно там установить, уметь себя. Да. Насколько активно используются техники всякой опускации, кода и так далее? Час-час вы сталкиваетесь с такими программами? Да, начинаем. Ну, в общем, китайцы давно это дело полюбили. Тут китайцы впереди. Ну, наши тоже развиваются. Есть несколько, короче, в России компания есть очень хорошая, которая делает. Есть бельгийцы, есть китайцы. Ну, с какой-то… То есть, в общем, на андроиде тоже нельзя прям сделать все. Ну, то есть, они тоже ограничены очень сильно платформой. Поэтому у нас все равно есть выходы. И, ну, а в любом случае, как только появляется какой-то динамический анализ, то любой фускатор, любой шифровый, все что угодно слетает просто к чертям. То есть. Как работает ваш, вот этот, на стрессе дороженных сайтов и прочих таких вещей? И почему, собственно, хакеры не скрываются от вас? Как мы определяем? Ну, как вы определяете, более-менее понятно, почему мы делаем на… Да, да, я понял, да. А как мы… Ну, потому что у нас не один айпишник. Ну, то есть, как бы, нормальный… Ну, то есть, в интернете очень легко можно найти огромнейшее количество айпишников, антивирусных компаний и всяких таких анонимайзеров. Но, как бы, у нас есть возможности создавать свои собственные анимайзеры. Хорошие. Мы знаем, когда айпишник спалился, мы купим новый. Вот одно дело, покупные айпишники, они, как бы, в интернете можно купить. В дата-центре есть остальное такое. Другое дело – домашние пользователи. Не мигрируется ли лучше домашних пользователей? Ну, тут такая тема. Ну, домашних пользователей мы не трогаем именно как пользователей. Ну, можно же купить у обычного провайдера, не знаю, там, сям, пару этих нот, ну, как бы, точек доступа. То есть, проблем нет. Ну, в общем… Да или нет? Да или нет, что? Ну, в общем, у нас есть системы, которые позволяют нам за наши вот купленные деньги… Ну, короче, да, мы покупаем у некоторых провайдеров выходы, не у таких публичных. Ну, то есть, как бы, не то, что не у публичных, а не у дата-центров. Ну, как бы, всем от этого плюс. Если, например, заблокируют карбину, то мы спасли всех пользователей карбины, ура. Да. Если не секрет, а какой эмулятор JavaScript-а он использует для редиректов? Я понимаю, что… Для редиректов… Ну, то, что… Короче, эмулятор JavaScript-а, он используется в продукте Windows. Это своя собственная разработка. Я, если честно, не знаю. Я этим не занимаюсь. Показать разбор файлей побыстренько. Если у нас есть время. Я обычно не работаю с ноутбука. Вот. Это мы удалим. Ну, тот самый хью, который я говорил. Такие смотрим файлик, да, видим, что это какой-то zip-архив. В нем что-то есть. Дальше, аппокату, она позволяет разобрать файл на все составляющие. Сойти так посмотреть. Вот этот манифест, да, со всеми, что мы хотели. В нем как раз есть смали. Смали – это типа байт-код. То есть вот то, что я показывал, джавовский код, он иногда бывает, на самом деле, очень сильно порушен какими-нибудь фоскатерами. Вот эту вот штуку порушить нельзя, то есть это просто, ну, именно байты. Ну, именно инструкции, да, которые будут исполняться. Вот. То есть это такой, по сути, там, хардкорная точка анализа, которая в любом случае может быть получена из dex-файла и рано или поздно… Чуть-чуть остановиться, но кто-то обратил внимание на андроид-манифест, когда ты понимаешь первый файл, ты смотришь? Ну, я посмотрел permission, как я сказал. То есть вот здесь есть всякие send SMS, да. Ну, то есть, на самом деле, набор permission, он очень четко ограничен, но их наличие еще не говорит о том, что файл злой. То есть по permission, ну, короче, все любят использовать permission, вот, и наличие permission ничего не говорит. Вот. Есть smiley, да, вот, ну, который код, вот, в нем можно посмотреть. Есть папочка assets, где лежит всякая фигня. Вот, например, тут лежит HTML, которая будет выглядеть вот так на телефоне. Это как раз тот самый фейк-токен, который вместо банка показывает этот. Вот это тоже фейк-токен, но который показывает банк. Вот я его опять-таки, да, просто архив разбил катулом. И вот у него в G, ну, там лежит уже HTML, да, которая, вот, банковская, вот она будет работать так. Вот, если мы посмотрим HTML, вот у него видно вот эти токены зашиты, вот они. А вот что он сделает, да, ну, то есть тут на самом деле это JS script, которым просто, грубо говоря, частично управляется исполнимый файл. То есть он, вот тут видно, этот возьмет текст, да, полученный, отправит на сервер, то есть это функция send to server. То есть, в принципе, из JS script, который подгружает приложение, можно управлять этим приложением. Мы видели такие случаи, когда есть именно приложение, которое может, там, отправлять SMS-ки, воровать SMS-ки и так далее, открывает какой-то сайт с музыкой, типа легальный, который им не управляет. И, ну, вроде как бы все хорошо, да, и оно ничего плохого не делает, но реально, конечно. То есть оно вот, вот эти send to server, send to SMS, это функции самого класса SDX, которые я сейчас покажу. Ну, нужно даже скопировать его, потом найдем. Это вот, ну, это просто вытащить классы SDX, да, те, о которых я говорил, вот они. Здесь можно, так, это, значит, не тот, вот этот. Ну, вот тут есть эта функция send to server. text to jar, ну, это вот open-source программы, да, которые доступны. Да, они совсем не все доделаны, я просто, на самом деле, никогда с ноутбука не работаю, я, в крайнем случае, подключаюсь по RDP, я не установил просмотр, программу для просмотра jar-ников, вот, к сожалению. Ну, так что вот так могу показать. Или даже смайли-коды, оно хардкорнее и круче. Вот, смайли, и сразу ищем так. Ищи давай. Нет. Вот. Найдем файлы, которые содержат вот этот send to server. Ну, и вот эта функция send to server, которая дергалась из jar-ника, да. Это на IP send to server. Ну, что можно обратить внимание? Можно обратить внимание на то, что... No connection. В общем, он запустит thread другой функции. Он запустит функции из онлайн. То есть он вон залагирует, получит контекст, контекст и запустит. Так, из онлайн. Если из онлайн, то он запустит thread. Я сейчас даже покажу, какой. То есть вот он запускает thread. А где он его получил? Кого конкретно? Он в трейде. Не вижу. Ну, ладно. А, вот. Thread operation. Вот. Вот это вот функция его. SMS catcher thread operation. Вот. Он напихает V1, и дальше он ее тут запустит. Вот так вот. Ну, то есть вот он обратится и отправит на сервер таким образом данные дернуты из JSNIQA. Ну, вот так вот. Я думаю, у нас как раз время подошло к концу, и я не могу Java код показать. Но есть сложные случаи, которые там, ну, прям, вот если посмотреть стройки, то там практически ничего не будет. То есть там вон всякие идут. То есть результатом является просто, что ты говоришь, так, все, это зло, это плохая штука. Да. А как тебе видят добавление сигнатуры? Ну, разные сигнатуры. Есть какие-то по хэшу, есть какие-то… Ну, просто по правилам. То есть, ну, смотрю, что там наш движок, да, антивирусный, генерирует на этот файл. Я понимаю, ну, что из-за чего генерируется, соответственно, ну, смотрю, то есть этого нет в оригинальном файле. Это результат какой-то логики. Ну, я понял. Ну, вот скажем, вот в данном случае, какое-то решение там по интернету? Ты весь файл добавишь от этого? Я добавлю не только весь. То есть, в общем, когда я вручную создаю, я добавлю не весь этот файл, а все это семейство. То есть все, что… Постараюсь все, что они выпустят в дальнейшем, чтобы детектировалось, продолжало детектироваться. Ну, да, то есть я, в общем, им придется очень сильно менять логику, чтобы, ну, то есть переписывать функции с нуля или там, ну… Имена, скорее всего, фус-каттера будут проходить. Да, вот не будут. Вот здесь имена пройдены фус-каттером. Ну, одно дело имена фус-каттером, а с кодом что делать? Тоже, ну, фус-каттерировать его. Окей, хорошо, я могу в этом фус-каттере тоже найти какие-нибудь, там, не знаю, сигнатурки. То есть, в общем, каким-то образом функционал все равно какой-то остается, да? То есть, ну… Мне как раз интересно, что ты ищешь, как бы, собственно. При этом ты понял, что это… Тебе надо выделить какую-то объективную сигнатуру. Потому что, как бы, вот здесь вообще интересно. Я смотрю результат работы нашего, ну, как бы, нашего движка. Какие-то какие-то данных, например, какие-то там названия какие-то… В основном код. Код. Ну, как бы, не тот код, который здесь, а вот, ну, в этом коде много лишнего. Ну, понятно. У нас есть там, грубо говоря, движок, да, который вместо того, чтобы читать весь файл целиком, он смотрит там вот здесь то, зачитаю здесь то, вот это соберу вместе, и вот у меня получилась вот такая вот область. Вот дальше с этой областью я могу работать, всем говорить, или, 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 там, и то, и плюс, там, столько-то. Вот. А почему мало провода с мобильными приложениями? Чему, грубо говоря, как в интернет-банке, например, русские дети делают, они, например, в логин-пароле, они за клиента, сразу в паровинный вход в интернет-банк. Да. То же самое, не распространяем, но с мобильными версиями. Распространяем. А это в какую категорию попадает? Троянбанкер. Троянбанкер. Ну, да, ну. Они имей передают, как будто пересылают имей реального клиента. А, нет, а зачем имей? Кому он нужен? Потому что личный банк проверяет имей. А, не понял. Как они должны симулировать вход с приложением? Нет, такого пока нету. Им это как бы не надо, то есть они могут, они видят, что есть, ну, мобильное приложение банка, да? Они могут поверх него, то есть если мобильное приложение банка никогда даже не просят там пароль, допустим, от онлайн-банкинга, да, ну, какими-то другими вещами пользуются. Этот возьмет и попросит. Пользователь решит, ну, теперь, значит, выглядит точно так же. И все. То есть они будут заходить с компьютера. Им не нужно заходить с мобильного телефона. Им надо мобильного телефона, что надо? Им надо логин, пароль от интернет-банка. И все смс-ки подтверждающими кодами. И, так сказать, смотреть, и светить смс-ки, все. Чисто даже логически, зная, что, грубо говоря, поскольку вы говорите об этом, то, значит, грубо говоря, в том же зеленом банке больше ожидают проблем от интернет-банка. Соответственно, если вдруг кто-нибудь придумает сделать и слать запросы, эмулирующие запросы с мобильного устройства, то шанс попасть на мониторинг намного меньше. Почему этим не ходить? Это вам протоколы сколоть, который поднимется мобильный банк с этим. Зачем? Дальше. Мобильный банк. У зелененького, если не ошибаюсь, лимиты на суточные и разовые на запросы от мобильного банка гораздо ниже, чем те же лимиты на запросы от интернет-банка. Соответственно, в любом случае гораздо приятнее, проще и логичнее упереться в логин и пароль для основного интернет-банка, влезть туда и уже там похозяйничать. Может, в дальнейшем, когда они ограничат, пока, наверное, банки не видят в этом никакой проблемы. В дальнейшем, возможно, банки увидят, ограничат использование. У всех есть мобилки, у многих есть смартфоны, большинство уже там смартфоны. Соответственно, те, кто пользуются онлайн-банкингом, они, наверное, уже пользуются всякими смарт-девайсами. Соответственно, ну да, наверное, может быть, банки пойдут по этому пути, начнут ограничивать обычный традиционный веб-банкинг. И тогда, да, но это, в общем, тяжелее. На самом деле, это гораздо грустнее. Банк Москвы, печально известный, из-за уязвимости в интернет-банке, у них увели ворюги, специализирующиеся на крупных депозитах. Увели нахрен, ну, по целой куче народу. Там больше 50 человек. Они подавали коллективный иск. В Мосгорсуде у банка Москвы не выигрывает. Соответственно, пока банк не видит проблем лично для себя, то есть пока ворот не превышает определенного процента, плевать они на вас хотели. Есть некоторые приятные исключения, но это приятные. Это выиграл Тинькофф с вангарду. Тинькофф, потому что когда начали массово ломать вот эти мегафоновские смски, зачем вот это выигрывался, у Тинькофф оказалась уязвимость, которая в сочетании с уязвимостью этого мегафона давала возможность вывести на них все вклады, они в течение недели вернули все бабки. Шикально. Не потому, что они такие хорошие, а просто потому, что... О, так вы соседи. А просто потому, что в отличие от госбанков, от таких известных нигде не перестанут внести. А в госбанке продолжится. Как запретить? Как запретить? Ну, каким-то правилам в самом андроиде, потом с ними запретить правку, что вы посмотрите, что они должны набирать. Давайте снимать еще, чтобы... Нет, нет, нельзя, нет, нет, в андроиде нельзя, да, это проблема. Ну, теоретически можно сделать свою собственную прошивку, установить у нас свой собственный телефон, да, и где будет это запрещено. Новый андроид сам предупреждает. Мне казалось, новый андроид сам предупреждает. Да, вот, я к этому шел, да, у меня был скриншот. Новый андроид действительно сам предупреждает при отправке на короткие номера. Да, но там, я, если честно, в коде не копался, но я видел какие-то исключения, когда он не предупреждает, даже когда короткие номера есть. Но эти исключения будут пользоваться. Наверное. Кстати, надо ставить троянца. А если девайс рукой, есть ли способ обойти необходимость ручной установки? Ну, если что-то уже стоит на телефоне, да, если ничего не стоит, нет. Нет, нет, нет. Ну, слава богу. Ну, теоретически пока, то есть, смотрите, в чем идея. Когда девайс не рутован, чтобы стать нормальным, нужно два эксплуата найти. Когда девайс рутован, нужно найти один эксплуат. Ну, понятно, что защищенность качества нет. Два раза. Ну, увы, андроид без рута. Деньги на ветер. Ну, нет, я нет. В каком состоянии коммерческие отфюстаторы подаются Android в сегодняшний день? Что, не понял, каким? В каком состоянии коммерческие отфюстаторы подаются Android в сегодняшний день? Николе они обходятся, вставаются в тот эффект. Сускаторы-то улучшало. Да. Ну, в общем, ну, как, динамический анализ, он обходит любой пакер, ну, как бы, да, ну, при некотором этом. Соответственно, ну, динамически, да, статически есть разные. Ну, некоторые доставляют проблемы, да. Ну, как бы, в общем, при этом все можно тогда оперировать облаком. То есть, если, например, мы не можем на телефоне динамически посмотреть, мы можем запросить этот файл у нас в облаке, а мы у себя его уже, например, посмотрели, или вот сейчас посмотрим динамически. То есть, в каком случае работает облако, даже пока нет, да, периодически. Да, я, ну, расширяю, как бы, вопрос. Какой этот самый жуткий, наверное, кейс со стороны злоумышленника для тебя, вот так положим. Какой у тебя фускотор плюс, я не знаю, там, как бы, каждый раз подъемка отброса при каждой новой статировании, и новый, ну, мне вот, как у головы приходит, применение фускотора на каждой новой копии, как бы, скачет. Ну, это, ну, как бы, применение фускотора на каждой новой копии, да. Я, на самом деле, в этом не вижу особо большой проблемы, если честно. То есть, ну да, это возможно, но как бы, ну, не знаю, серьезно, вот в этом не вижу проблемы. Самый жуткий существующий на данный момент – это вот этот. Это вот он как раз там что-то типа двое суток не обращался. Он, на самом деле, офусирован коммерческим бельгийским офускатором. Внутри он еще офусирован своим собственным. Ну, то есть, в общем, видно, что зловред очень быстро. Для того, чтобы сказать, что это зло, нужно полминуты. А вот для того, чтобы разобраться, что же он конкретно делает, первый раз потребовалось очень много времени. Ну, в основном, время ушло на создание каких-то новых технологий, там, снимания вот этого офускатора. То есть, сейчас вот новую версию, не знаю, полчаса, может быть, пробились. Ну, как бы это все равно много. Ну, как бы, в общем, мы знали, что это, что это вот тот же файл, но просто было интересно, изменился ли функционал. А вот эта вот пауза 48 часов, она за хардборд, но там, ну, там, случайное число, как бы сказать? Если честно, настолько мы не сняли офискацию. Ну, то есть, это какой-то минимальный функционал. Просто, ну, не надо было. Скорее всего, да. Может быть, у него там 24 часа плюс рендом там от 100. Ну, вот что-то в таком стиле. Ну, ну, круто определяет эмулятор еще. Очень круто. Ну, если он определяет, что его запустили на эмулятор, то есть, да, встречался, да, с методами. Да, все. Да, это очень популярная штука. Ну, то есть, как бы, в общем, Android-эмулятор, да, это обычно Android, запущенный на Кему. Ну, у Кему много всяких фишек, как его определить. Соответственно, там очень много всяких данных подсовывается стандартных. У Android, ну, вот, как бы у Android специальной сборки. То есть, в общем, можно сделать сборку Android, который не поймет, что это специальная сборка. Но Кему все равно до поры до времени будет палиться. То есть, чтобы не палился еще и Кему, нужно взять и, там, сделать свою Кему. Ну, как бы, то есть, Кему – это open source, поэтому можно, ну, это не так уж сложно сделать свою Кему. Понятно. Можно не говорить, что именно вы делаете. Ну, вот. Ну, вот так вот. Я думаю, время уже все. Спасибо большое.